С небес на землю, в Москве взяли штурмом квартиру влиятельного вора в законе на 24 этажа. 29 марта в Москве в результате совместной операции сотрудников главного и московского управления уголовного розыска задержан 65-летний грузинский вор в законе Мирабгаге, более известный в криминальной среде как Меле, Груз. Лиса. Чтобы проникнуть в съемные жилища законника, расположенные на 24 этаже дома номер 3А по поганному проезду, бойцам СОБРа пришлось воспользоваться не парадным входом, а дверью, ведущую на балкон, спустившись с крыши. Лечь на пол по требованию ворвавшихся в квартиру спецназовцев Меле согласился только после того, как к нему была применена грубая физическая сила. Поводом для визита непрошенных гостей стало недавнее решение за министра МВД Михаила Ваничкина о нежелательности дальнейшего пребывания Гаги на территории России. В соответствии с ним въезд в страну закрыт для вора в законе на пожизненный срок. В тот же день задержанный был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан Сахарова, где он будет находиться до своей депортации. При обыске в квартире вора в законе было обнаружено три паспорта, заграничные и два общегражданских, один из которых на имя Сергея Сыроя Женкова, но с фотографией Гаги. Предоставление Меле российского гражданства в марте 2008 года в Ленинском районе Ставропольского края было признано необоснованным и аннулировано в середине февраля текущего года. По нашим данным, из проживающих в Москве грузинских воров в законе ранее неоднократно судимый уроженец Куты Семираб Гагей является одним из самых влиятельных. Именно в его кампании в феврале позапрошлого года по обвинению в создании преступного сообщества был задержан видный лидер российского воровского движения Юрий Пичугин, он же Пичуга. Как известно, после конфликта с главарем кутаистского клана Тарелы Маньани, с которым Меле Урани связывала многолетняя дружба, он примкнул к сторонникам деда Хасана и даже поставил свою подпись под заочным прогоном Патаро. Выяснение отношений между повздарившими земляками, скорее всего, продолжится после выхода Няни на свободу, намеченного уже на апрель. Напомним, в России Меле обосновался в 2008 году после того, как был выдан испанскими властями в Грузию, где смог откупиться от тюремного заключения, заплатив по процессуальному договору по 1 миллион долларов за себя и свою жену, экстрадированную вместе с ним. С тех пор Меле был суден трижды. В Москве, Мария Высочия был в местах лишения свободы в общей сложности 5 лет. Относительно перспективы его привлечения к уголовной ответственности по новой антиворовской статье УКРФ ситуация неопределенная, однако на всякий случай по сводкам задержанный прошел в точном соответствии с буквой закона как лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии и причисляющие себя к категории воры в законе. Впрочем, потому, как утвердительно ответил Меле на вопрос оперативников о его воровском статусе, наступление вероятных последствий от этого его отнюдь не пугает. Следите за новостями воровского мира.